Знаете, они как две сестрички. При каких-то неважных для них стрессовых ситуациях, они всегда сцеплялись вместе и держали друг друга жалели. А еще пищат, будто поют. Лабораторных любимец назвали две Маши в честь российской музыкальной группы и создали им более комфортные условия. Блондинки живут вдвоем. Остальные в клетке потеснее, но грызуны тоже белые. В медицинском вузе для лабораторных исследований используют только таких крыс, как генетически чистых. Всего в университете порядка тысячи животных. На самцах проверяют лекарства от болезни почек, а эти дамы буквально вчера принимали радоновые ванны. Сейчас на крысах исследуют курортные методы лечения, применяемые в Белокурихе. После радоновых ванн как крысы себя чувствуют? Достаточно хорошо. Я скажу, что они более активными становятся, и у них улучшаются кожные покровы, у них улучшается шерсть. Я имею в виду структура шерсти. Достаточно хорошие результаты, можно сказать, даже внешне эстетические. Этим крысам в ванны не светят. У них совсем другая функция. В Барнаульском зоопарке крыс выращивают, и цвет их шерсти не имеет значения. Порядка десяти грызунов в сутки помогают утолить голод и пополнить силы самых разных животных и птиц. Все как в живой природе. У нас было очень много примеров, когда мы сов, которые пострадали в городе, где-то упали на балкон, ударились о стекло, люди их приносят к нам. Мы, как правило, их выкармливаем, вот именно этим живым кормом, и затем отпускаем их на волю. Сова то, что в природе получает, то она получает и здесь у нас. И таким образом она становится полноценной, так будем говорить, птицей, здоровой, крепкой. Есть и другие крысы, которые не то что на корм не годятся, на территории зоопарка их видеть никто не желает. С ними приходится бороться, как с разносчиками всевозможных инфекций. Сотрудники Роспотребнадзора периодически обрабатывают зоопарк от грызунов. К слову, обработка от крыс должна быть систематической, говорят в Краевом центре эпидемиологии, в зависимости от их репродуктивности. Оплодятся они каждые 24 дня. Поэтому раз в месяц такие места, как детские сады, школы, столовые, коммунальные объекты обрабатывать нужно обязательно. В центре эпидемиологии с крысами борются, но их ум и умение выживать вынуждает применять препараты от крыс замедленного действия. Если только она покушала эту приманку затравленную или какой-то препарат и почувствовала себя плохо, то она передаст сигнал своей семье, передаст и, соответственно, скажет, сюда больше ни ногой, здесь нас убивают. И больше к этой приманке никто не подойдет. В центре эпидемиологии рассказали, что нет цели уничтожить крыс полностью, ведь иначе нарушится природное равновесие. Крысы не только умны, они уничтожают отходы больных животных и птиц. Главное, чтобы человек и крыса друг другу не мешали. А сегодняшний день еще один повод напомнить, что декоративные крысы могут стать хорошим другом человеку. Их легко приручить. И если человек не проявит агрессии, то и ответной не будет. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.